Всем, кто хотя бы нас воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба Ахамосполь. Патриотическое воспитание от Николая Первого. Как император запустил пропагандистскую машину. И почему война 1812 года стала называться отечественной. О патриотическом воспитании по-царски читайте в новом номере журнала Дилетант. Также на страницах журнала Пабло Меруда умер своей смертью. Знаменитый чилинский поэт не был отравлен по приказу пиночета, как полагали противники диктатора. Смертоносный китайский арбалет, самое грозное оружие Средневековья, а также новый исторический кроссворд. Купить журнал можно не только в магазине, но и на сайте diletant.ru. Эту программу привлекает компания CityWizard. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». Здесь в студии «Эхо Москвы» и RTVI, ведущая передачей Ксения Ларина. И в студии напротив меня Николай Сванидзе. Ольга, добрый вечер, здравствуй. Добрый вечер. 20 марта истекает полномочия уполномоченного по правам человека при президенте Российской Федерации Владимира Лукина. И сегодня, с одной стороны, звучат призывы со стороны правозащитников, как я понимаю, изменить действующее законодательство для того, чтобы можно было продлить еще один срок Владимиру Лукину. А с другой стороны, уже появляются кандидаты на эту должность. Среди них Елена Афанасьева от ЛДПР, возможно, будет Светлана Савицкая, возможно, будет Юрий Костанов от «Справедливой России» и Людмила Швецова от «Единой России». Говорили о том, что и Павла Кашининникова рекомендуют на этот пост, но он пока, как заявил, не планирует менять свой статус. Ну, поскольку ты знаешь прекрасного Владимира Петровича Лукина и вообще имеешь прямое отношение к правозащитной и государственной деятельности... Ну, государственной деятельности, скажем так. Некоторые к правозащитной... Ну, вот, во-первых, твой взгляд на возможные перемены, что от них ожидать, какого человека. И если коротко, можно подвести некий итог работы именно Владимира Петровича на этом посту. Ну, я думаю, что итог мы пока подводить не будем, работа Владимира Петровича, потому что итог работы уполномоченного правого человека подводит президент, когда он его подводит, пока он его еще не подвел. А впечатления от работы Владимира Петровича, конечно, имеются, и я могу ими поделиться. Я, собственно, к его роду деятельности имею отношение не так давно, и поэтому там назвать себя правозащитником не могу. Я в свободное от работы время относительно недолго этим занимаюсь. Но, тем не менее, людей знаю, и с проблематикой знаком. Конечно, отношение к Владимиру Петровичу в этой среде очень уважительное. Очень уважительное. Он человек, который прошел огонь и воду еще там 68-го года с Праги. Он человек с абсолютно незамаранной, незапятнанной репутацией. Человек такой спокойно-мужественный, я бы сказал. Спокойно, значит, он не рвет рубаху на груди, а просто когда нужно, он это мужество проявляет. Он честный человек, он порядочный человек. Он очень высоко грамотный, образованный человек. Он дипломат опытный, он историк-политолог, доктор-наук-профессор. Со всех сторон. Но главное, ну, скажем так, немаловажное, главное, наверное, уже то, что я только что сказал. Он близко к сердцу принимает, что очень важно, эту проблематику. То есть, он считает, что вот если он уполномоченный правом человек, он должен защищать людей. И, что очень важно, я повторяю, он пользуется уважением и доверием с обеих сторон. То есть, со стороны правозащитного сообщества и со стороны власти, со стороны Кремля. Это очень существенно. Потому что здесь важны именно эти две ноги. Если одна из них короче, то уполномоченный будет очень сильно хромать. Если он не пользуется доверием правозащитников, то у него будет в любом случае очень тяжелая атмосфера для работы. И вряд ли что-то серьезное получится. Если ему не будут доверять. Если будут считать его чисто кремлевским назначенцем, засланным казачком. А если он не будет пользоваться доверием в Кремле, он будет неэффективен. Он ничего не сможет сделать. Поэтому здесь вот у Лукина есть и то, и то. Он, будучи очень опытным переговорщиком, и в правозащитной среде он свой, а президент Путин ему, судя по всему, доверяет. И это очень важно. Поэтому он эффективен. И, конечно, на данный момент, представляя себе примерно кадровый состав всей нашей общественно-политической тусовки, я не могу ему найти замену. Но! Вот лично я не могу. Президент, наверное, найдет. Нет, но тут же президент представляет кандидатуру. Он утверждает, либо не утверждает. Ну, тем не менее. Кандидатуру представляют фракции в парламенте. Мы знаем, как у нас кто что представляет и кто что решает. Я думаю, что фракции будут представлять, в конечном счете, представят ту кандидатуру, которую утвердит президент. Понятно. Но, тем не менее, мне вполне кажется жизнеспособными все вот эти кандидатуры, которые я тебе перечислил на сегодняшний момент. Ну, не все, наверное. Почему не Людмила Швецова? Людмила Швецова как раз мне представляется кандидатурой жизнеспособной. Здесь я с тобой согласен. Может быть, еще президент вообще решения не принял, но здесь правозащитники, которые настаивают на продолжении срока Путина, у них позиция слабая. Лукина, извини. У них позиция слабая, потому что для этого противоречит закону. А правозащитники, которые настаивают на изменении закона, это уже так не очень серьезно. И здесь президент вправе усмехнуться, конечно, в ответ на эти предложения. Но посмотрим, что будет. Ну, завершая то, что ты сказал, не знаю, согласишь ты со мной или нет, но мне кажется, что Владимир Петрович Лукин доказал всей своей деятельностью на этом посту, что Институт полномоченных по правам человека, он может быть и не декоративным, а вполне себе действовательным. Он может быть эффективным. Он может быть эффективным, несомненно. Несомненно. Доказал, конечно. Ну, хорошо. Дальше пошли. Я прям по новостям иду, то, что у меня лежит перед глазами. Реформа системы военной подготовки в ВУЗах. Министерство обороны в поисках поголовья для прохождения службы в рядах Советской Российской Армии придумывает все разные-разные варианты. И вот уже пошли разговоры из уст начальника генштаба Валерия Герасимова, который в интервью «Российской газете» сегодня сказал о том, что военные кафедры можно вернуть, а если где-то не вернуть, то сделать такие межвузовские военные центры, что необходимо вернуть сборы военные, что необходимо допускать к экзаменам только тех, я имею в виду в институтах высших учебных заведениях, только тех, кто прошел эту военную подготовку. И если человек ее не прошел, если у него нет зачета по этому экзамену по военной подготовке, то он, собственно, должен идти в армию и дальше отслужить после ВУЗа. Я тебе скажу, что не будучи здесь экспертом в этой теме, я тем не менее, насколько я представляю себе, это все-таки скорее можно интерпретировать как шаг по направлению профессиональной армии. Потому что в условиях демографической ямы, если генералитет озабочен пополнением армии той, которая была у нас на протяжении последних веков, то есть призывной, то тогда странно было бы, если бы они предлагали возвращение военных кафедр в ВУЗы. Наоборот, пустите студентики, пустите очкарики вперед, лямочку и в армию. Потому что иначе из кого ряды вооруженных сил пополнять, за счет кого? Рабочая крестьянская армия, как и была. Нет у нас уже рабочих крестьян в таком количестве, Ксюш. Все. Ну, я говорю условно. Тут сейчас в армию идут те, кто либо по зову сердца, либо те, кто не может откупиться, либо те, кто не может поступить в институт. По зову сердца при всем уважении к этому зову, значит, есть, но явно недостаточно для того, чтобы компенсировать демографическую яму. А всех остальных мамы отмажут. И просто недостаточно. Поэтому тут нужно, значит, исходя из этой логики, эта логика страшная, вот логика именно необходимости сохранения призывной армии. Всем было бы забревать. Исходя из этой логики, нечего там скрипачам, физикам, историкам, географам. Да, все вперед, давайте-ка, ребята. А если возвращаются военные кафедры, а военная кафедра означает, что молодые люди будут спокойненько ходить себе на кафедру. У меня была военная кафедра. У меня была военная кафедра. А сборы? И сборы были. Но это же не служба в регулярных вооруженных силах, Ксюша. Мы, значит, ездили на сборы, кто на месяц, кто на два, там в город Ковров, под город Ковров, в лагеря военные. Сдали экзамен, походили перед этим на кафедру, получили звание лейтенанта в запас, каждый по своей воинской специальности. Но это не служба в вооруженных силах, совсем. Вот если эта система возвращается, это, на мой взгляд, означает шаг по направлению к профессиональной армии. Ну, а с другой стороны, если человек, студент, не сдаст вот этот квалификационный экзамен по воинской специальности... Да сдаст, куда он делится. ...то он будет служить как положено. Ну, это и раньше как было. Как и служили наши ровесники, которые после вузов, в которых не было военных. Совершенно верно. Это и при нас так было. Все вот эти очкарики и скрипачи. Тем не менее, все эти очкарики, всякие, у кого... Балалайщики, как говорят. Балалайщики всякие, у кого мозги были хотя бы более или менее на месте, сдавал экзамен. Не сдать его было. Я таких случаев, чтобы человек не сдал экзамен по военке, не знаю. А вот скажи, Николь, это все длится в течение, там, не знаю, 20, по-моему, лет. Вот эти бесконечные истории туда-сюда, вот такой маятник со службой в армии. За эти 20 лет, как мне кажется, можно было уже давно перейти на профессиональную армию. Можно было уже все эти риски пройти. И все опасения, и все тревоги с этим связаны. Почему это так не сделано до сих пор? Почему опять на те же грабли возвращаемся? Ну, не знаю. Этот вопрос легче задать Паше Фельгенгауру, или Саше Гольцу, или Саше Коновалову, там, экспертам по этой теме. Значит, по-видимому, я думаю, что эти вот качели связаны с тем, что до сих пор никак не придут к единому мнению относительно того, какая армия нам нужна. Поэтому и качаются из стороны в сторону. Потому что генералам, конечно, нужна призывная армия. Они к ней привыкли. Они привыкли сорить людьми. Сорить людьми. Но и сорили бы, но людей уже нет. Вот в чем проблема. Пошли дальше. Практически одновременно Верховная Рада Украины и Государственная Дума, Государственная Дума, правда, еще не приняла этот пакет законопроектов, но уже внесла 15-го числа, связанное с ужесточением антитеррористических мер. И одновременно в Раде, как ты знаешь, вчера, вот так просто одним махом, за несколько секунд, путем голосования, ручного голосования, был принят тоже целый ряд законопроектов, ужесточающих поведение граждан на территории Украины. Да? Что я имею в виду? С ужесточающих правил, поведение. Да. Давай мы начнем все-таки с нас. Для нас это важнее. Итак, пакет антитеррористических законопроектов. Сегодня во многих следствиях массовой информации, во многих газетах уже опубликованы подробности вот этих вот поправок. Что там главное? Расширяются права сотрудников СБ. Это на Украине все. Я говорю про нас, про Россию. Про Россию. Что-то я забыл все-таки. Про Россию. Все, забудь про Украину. Про Россию. Все, понял. То есть, в одну кучу сводил. Про Россию. Получает права на личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств. ФСБшники. Ужесточаются наказания за угон воздушного судна, призывы к террористической деятельности, создание террористических организаций. Критериями террористической деятельности могут теперь признать дестабилизацию деятельности органов власти. Что это такое, нигде не расшифровывается. Но, извини меня, только пикет. Можно любой пикет назвать попыткой дестабилизации государственных органов. Естественно, большое количество ограничений вводится... Но вообще, если прорваться, прорваться, что меня нет начальника, который меня не понимает, не делает. Да, да, да. Как Нонна Мордякова в известном фильме. Да, да, да. Второй блок – противодействие отмыванию доходов, контроль за финансовыми операциями информации в телекоммуникационных сетях. То есть, хранить информацию и данные о принятой информации в течение полугода, я имею в виду, должны это делать хостинг-провайдеры и владельцы сайтов. Предполагается значительно снизить лимиты для анонимных денежных перечислений. То есть, внутри страны 15 тысяч рублей в месяц можно только. А в течение одного дня не больше 1 тысячи рублей. А заграничные переводы вообще запретить. То есть, здесь удар, конечно, как мне кажется, по благотворительным вложениям. Да, вот когда анонимный человек посылает деньги. Куда он посылает деньги? Здесь, к сожалению, можно, да? Да, да, да. Это известные вещи, они все публиковались в последние дни. То, что зачитала. Здесь, к сожалению, на мой взгляд, это в большей степени страховка против политических оппозиционеров, а не против террористов. Вот вообще такая практика смешения в одну кучу оппозиции и террористов, она вот в последнее время имеет место. Потому что вроде бы как воюют против террористов, а реально борются с оппозиционерами. Хотя это, мягко говоря, не одно и то же. Это террорист и оппозиционер, это примерно как уличный хулиган и теща. Вот вроде бы с уличным хулиганом нужно, так сказать, его опасаться, но теща все время перед глазами это мелькает. И хочется как-то ей все время дать ответ. Вот поэтому удар террористический наносится, после чего власть дает асимметричный ответ, и в русле борьбы с собственной оппозицией. Реально, но поскольку оппозиция, что такое оппозиция? Оппозиция там по именам, это там конкретные персонажи, а реально это всякий раз происходит сужение гражданских прав. Это удивительное дело. Вот на самом деле, вот эти все террористы, они теперь могут сказать, что они как бы руководят у нас в известном смысле, законодательным процессом. То есть они дергают за ниточки. Вот смотри. Мы где-нибудь взорвем, говорят террористы, они сразу закончик примут, ты понимаешь, какая штука. И закончик примут, сужающий права граждан. Значит, мы, террористы, думают они, можем по идее сужать права российских граждан. Вот это отчего российские граждане будут недовольны, это отчего конкурентоспособность России на мировой арене так или иначе все равно будет снижаться, потому что свободные внутренние государства, прозрачные государства, прозрачные не в том, что касается систем безопасности, а прозрачные в том, что касается функционирования общества, конкуренции и так далее. А все это в процессе вот этого странного законотворчества последнего времени, все это сужается и снижается. Такие страны, они теряют в конкурентоспособности на международной арене. И таким образом люди, вот террористы, преступники, которые настроены навредить России максимально, разбить ее, расчленить, опустить в общемировом рейтинге по разным показателям, по разным критериям, они таким образом делают свое дело. Потому что они терактик, а у нас законопроект, законодатели, закончик именно практически в том русле, который им нужен. Их это совершенно не коснется. Их это не коснется. Ну как их коснулся после Беслана? Отмена губернаторских выборов. Ну я тебя умоляю. Вот это их никак не касается. Вот то, что делается сейчас, в этом плане производят очень странные впечатления. То есть это просто попытка, еще один повод поставить под контроль все потоки. Это повод. И информационные, и денежные. Вместо того, чтобы повышать степень боеготовности, повышать квалификацию правоохранительных органов, повышать уровень оперативной работы в туристической сети, повышать уровень предварительных проверок, это значит, что каждого человека нужно досматривать, исходя из формы его носа желательно. Но ты говоришь, что исходя из здравого смысла. Я исхожу из мирового опыта. А это, и вы все принимаете, понятно совершенно, тут нет ни уши, что это все равно акции силовиков. И это вместо точечной стрельбы по мишени идет бомбардировка по квадратам. Просто стрельба по всему периметру, на кого Бог пошлет. А это бьет по обществу в целом. А то, что бьет по обществу в целом, ни в коем случае не мешает деятельности террористов. А почему здесь Яндекс.Кошелек и террористы? Объясни мне. Не знаю. Они что, вот так собирают на теракт и делят? Яндекс.Кошелек, абсолютно. Они могут как угодно финансировать свою деятельность, как я понимаю. Яндекс.Кошелек бьет исключительно, это в соответствии с представлениями о том, как работают оппозиционные движения. Я думаю, что это вот бьет по ним. Хочу успеть тогда про Украину сказать. Поскольку это два параллельных процесса, они очень похожи, невероятно. Итак, ряд законов, которые... Я все не буду причислять. Раз штрафы, увлечение штрафов за участие в несогласованных акциях протеста. Уголовная ответственность за призывы к свержению власти. Наказание за движение машин колоннами без согласования с ГАИ. Разрешается проведение заочных уголовных расследований, то есть без участия обвиняемого. Уголовная ответственность за распространение неправдивой информации, в том числе в интернете. Но это вот представители оппозиции украинские называют это просто конституционным переворотом. Можно ли это так называть? А, кстати, вводится понятие наше уже родное, знакомое, иностранное агент в отношении некоммерческих организаций. Это любимое, да. Это любимое. Ну, мне трудно оценивать с высокой степенью адекватности происходящие все-таки в другой стране, хотя и такой близкой. Но мотивы-то те же. Но мотивы те же. И такое впечатление, что президент Янукович идет, в общем, по нашему пути. Тем более, что под ним, в общем, очевидно, не так, чтобы очень твердо стояло кресло. И, по-видимому, это вызывает у него желание отвечать резко. Вот он резко и пытается отвечать. Но резко не всегда эффективно. Но он еще не подписал, кстати, Янукович. Спикер подписал, парламент принял. Буквально, что удивительно, то, что я говорил, просто руки поднимали без всякого электронного голосования. Но можно ли говорить о последствиях, учитывая состояние общества сегодня на Украине? Какие могут быть последствия? Ну, я не думаю, что они будут стабилизирующими, скажем так. Вообще, мы все заинтересованы в том, чтобы на Украине была стабильная ситуация, потому что нестабильность в такой огромной и соседней с нами стране, она нам не нужна. Но я не думаю, что эти действия способствуют стабильности. А чем ты объясняешь, когда понятно, что это невозможно сегодня, невозможно жить под таким законам, которые предлагаются и нашей Думой, и вот этой Думой? Сюша, кому это понятно? Кому это понятно? А, это непонятно? Нет. Я думаю, что очень многим людям это непонятно, потому что есть определенные представления о прекрасном. унаследованы еще от советского режима, еще до советских времен существующих в нашей стране. Что нужно держать и не пущать, и в общем все будет нормально. Вот когда распустили народ, тогда совершилась революция в 1917 году. Потом распустили народ, языки распустили, и распался Советский Союз. Вот поэтому нужно все это взять за эти языки и держать, чтобы не болтали попусту. Вот и все. Это очень простое средство. Оно представляется эффективным. Оно представляется эффективным, особенно людям с соответствующим еще и профессиональным опытом. Но другой вопрос, что исторически это доказывает свою неэффективность. Это мягко говоря. Это кто исторически? Это мягко говоря. Потом здесь такие вилки, я смотрю, жуткие в украинском этом пакете. Допустим, осквернение памятников, воздвигнутых в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, советских воинов-освободителей. Это понятно почему, да? Но другачество над могилой, лишение свободы до трех лет. Но другачество над братской могилой и могилой неизвестного солдата до пяти, до семи лет. Ты можешь себе представить? Я понимаю прекрасно, что если такое принимают, то будут давать сразу по максимуму. Ну да, но только в таких случаях еще, во всех таких законах, что еще, что это касается и наших законов, и украинских, самое страшное, это непрописанность того, что считается преступлением. Про то и речь. Что такое надругательство? Ну что, мы делаем перерыв, потом возвращаемся в программу «Особое мнение». Приспространение кривиты в интернете, да? Это все Украина. Умышленное распространение заведомо недостоверных сведений, получив честь и достоинство. Что такое заведомо недостоверное? Коммента в произведении, которое публично демонстрируется в средствах массовой информации. Это что такое? То есть, это имеется в виду, что уже художники произведения? Молики какие-то. Проднесено на рассмотрение группы «Щенов Совет Федерации» во главе с ее спикером Валентиной Медмиенко. В закопаренте отмечается, что протестная гроба должна быть против всех. Я все-таки спрашиваю. Против всех еще. Наверное, про историческую концепцию? Обязательно это у меня есть. Отныне при покупке сим-карты граждане будут обязаны определять Куспарта. Тоже. Это у нас, да? Нет, это все у меня. В Чеканченко, конечно, у нас. А, вот это же мне нравится. Установка малых архитектурных форм без разрешения правоохранителей. Арест за 15 суток. Это палатки, палатки. Малый архитектурный форм. А большая архитектурная форма, это что? Говорит, брать сочетали? Стокгольм отказался от борьбы за зимнюю Олимпиаду за незаконный сбор, хранение и распространение конфиденциальной информации о судье, его близких родственных или членах семьи, а также оскорбление или оказание общественного давления на судью. Два года тюрьмы. А что такое общественное давление? Вот когда ты так обсуждаешь, как это делается, да, все, ты уже попадаешь под такую статью. Они с ума сошли. У меня такое ощущение, что мы просто подарили этот пакетик. Движение в автоколонных, более чем 5 машин без согласования. А, блокировка зданий, обеспечивающих деятельность органов государственной власти. До 10 лет! Не пойдет. Все решили, поскольку, вот так вот, отключить эрудийный пакетик. Отключить вон. Да. Ежедневно походу в программе сразу в эфире радиостанции «Эхо Москвы» слушайте самые свежие и интересные новости от компании МТС. Ваш ребенок готовится к ЕГЭ с репетитом. Мы в депричных условиях живем, простите. Не скажи, го. общество знает, 16 тысяч не получили аттестацию. Причина – неправильная подготовка. Еще не поздно все исправить. Родители, которых заботит будущее их детей, выбирают курсы подготовки к ЕГЭ «Максимум». Индивидуальный подход и гарантированный результат на ЕГЭ. Подготовка к ЕГЭ с «Максимум». Звоните в 495-777-1026. Максимум-тест.ру «Эхо Москвы». Радио «Эхо Москвы» и компания «Артельяй» представляют программу «Особое мнение». Возвращаемся в программу «Особое мнение». Здесь ведущая Ксения Ларина и Николай Слонидзе сегодня в качестве эксперта по текущим событиям еще одна новость, которая обсуждается в последние дни. Это возможное возвращение в избирательный бюллетень графы против всех. Это хороший признак или плохой? Нет, признак – это никакой. Само по себе, на мой взгляд, это позитивно. А помнишь, как кричали все, когда ее убирали, что это вообще наступление на государственные права? Правильно, правильно. Я готов объясниться. Я говорю, само по себе это позитивно. А вот в качестве хорошего признака это расценивать нельзя. Я сейчас скажу, почему. Но, тем не менее, это позитивно. Позитивно, потому что действительно правильно, что людям, у людей появляется возможность здесь душу излить и сказать, вот, идите вы все. Повысит лявку в этом случае. Да, лявку повысит. Ну, второй вопрос. Нужно ли тем, кто принимает это решение о повышении лявки? Я в этом не уверен. Но это правильно. Потому что действительно люди, вместо того, чтобы сидеть дома или просто перечеркивают все большим хером, значит, они получают... Чем? Буква была такая в русском алфавите, Ксюша. От этого глагол похерить. Это не ругательство. Это значит перечеркнуть крестом. Хорошо. Значит, повторяю, большим хером, русская буква, значит, никаких претензий не принимай. Сразу же, если будут претензии, сразу же отсылай. Значит, итак, теперь появляется возможность самовыразиться. Но дело в том, что принимается это, я думаю, не от большой любви к правам граждан, а потому что выяснилось или подсказали, что там, скажем, какой-нибудь там результат, условно говоря, Навального на последних московских выборах, это результат протестный. Это результат протестных настроений. И если была бы графа против всех, его результат был бы ниже. Значит, условно говоря, те, кто хотели голосовать против всех, голосовали за Навального. Значит, если ввести графу против всех, то не будет столько голосовать за Навального, а будет голосовать против всех. Вот, собственно, как мне кажется, причина появления... Ну, это слишком. Да ничего не слишком, это очень просто. Они такие умные. Это я, наверное, просто... Ты так же подарил им это такое, в девать. Нет, это я сглупу так просто словно объяснял. На самом деле это очень просто. Очень просто. Вот другой вопрос, что теперь у них же будут опасения, что они слишком много народу проголосуют против всех. Скажем, президентские выборы. А там они не вводят туда графу против всех. Только губернаторские и депутатские. Про президентские выборы пока еще разговора нет. Ну, я боюсь, что будет, потому что это было бы... Это нелогично. Везде есть против всех, а на президентских нет против всех. И вот представь себе, когда нужно голосовать определенным вполне образом, то голосуют против всех. Неприятно. Вот. Но, тем не менее, вот я думаю, что против всех это будет введено, и будет введено именно по этой причине. Тем не менее, это позитивно, я считаю. Ну, и, наконец, о высоком. То, что ты хотел, собственно. Путин встретился с рабочей группой, которая разрабатывает концепцию единого учебника истории. Я прям процитирую тебя, а дальше ты скажешь, что ты по этому поводу думаешь. Это безобразие, говорит Путин, когда детям говорят, что в результате Второй мировой войны Восточная Европа погрузилась в оккупационный мрак сталинского режима. Представляете, что стало с народами, если бы победил фашизм? Их бы просто истребили. Ну, это, там не только это Путин сказал. Он сказал, что действительно было... Да, все хорошо. Да. Совдеповская идеология там была. Совдеповская идеология была, и это было негативно. Если бы фашизм победил. Да. Ну, это обычная позиция президента Путина. Он не первый раз ее выражает. Что да, плохо, что была советская идеология. Но представьте себе, что было бы, если бы победил фашизм. На мой взгляд, эта связка не вполне... Ложная посылка. Не вполне адекватная, потому что никто не говорит, что было бы хорошо, если бы победил фашизм. Вот. Но то, что фашизм был ужасен, это вовсе не оправдывает не только идеологическую составляющую советского режима, о которой говорит президент Путин, но и практическую составляющую. Идеология, в конце концов, бог с ней. Можно истерпеть, хотя и с трудом большим. Но когда эта практика, когда вся советская репрессивная практика была распространена на соседние страны после Второй мировой войны, и они по полной программе хлебнули того, чего хлебали мы на протяжении советской власти, когда их депортировали, когда их убивали, вот это они хлебнули. Потому что когда мы, люди, которые не очень хорошо представляют всю историю, удивляются, чего это они от нас так все шарахнулись на рубеже 80-90-х годов? И республики из Советского Союза, и страны из Советского Блока, прям в рассыпную, только их и видели, пятки засверкали. Чего мы им такого плохого сделали? До сих пор шарахаются. До сих пор шарахаются. Почему они бегут под натовский зонтик, от греха подальше? Вот именно этого они и боятся. Именно от этого они и шарахнулись. Поэтому не называть вещи своими именами в учебниках истории, на мой взгляд, опасно. Дети, вот в той же концепции истории, скажем, там ничего не сказано про секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа. Сказано только о том, что был подписан пакт о ненападении в 1939 году. Но это не все. Главное это там секретные протоколы. И о них никто не знает. И после этого такая, мне понравилась такая фразочка, когда такие-то страны, страны Балтии, значит, западная Украина и западная Белоруссия, Буковина, включены в состав Советского Союза. Сами попросили. Включены. Нет, там кто-то из института сам попросился. Но после того, как им показали такой размер кулак, что им попроситься было уже сложно. И вот это же нужно объяснять, иначе действительно никто не поймет. А почему они так нас не любят? А почему они так от нас побежали? Ну, потом еще надо объяснять, и мне кажется, это очень важный момент для воспитания личности именно. Вот это поговорить о том, как армия освободительная превращается в армию оккупационную. Нет, там много. Где эта граница? Она же существует. Да, там много всего. Дело в том, что я боюсь, что вот в этом, в этой единой концепции истории, там очень умные люди и знающие принимали участие во главе с академиком Чубарьяном, которые там что могли делать. Потому что они-то историю знают. Несомненно. И они, кстати, я знаю, что они старались туда включить какие-то вещи, скажем, Катынь, которую очень не хотело там начальство разного уровня включать. Страшный Катынский расстрел поляков в 1940 году очень не хотели включать. Ну, включили. Так вот, тем не менее, вот вся эта единая концепция, она приводит к сглаживанию углов, к фигуре умолчания и в конечном счете к лжи. Потому что по-другому какие-то вещи, вроде бы как, чтобы никого не обидеть, чтобы никого не поссорить, чтобы детей не потревожить и не травмировать, и чтобы все гордились своей историей. А почему-то представление такое, что гордиться можно только гладкой и прекрасной историей. Ну, так он же говорит про то, что нужно уважать все периоды истории, в том числе и самые страшные. Значит, поэтому получается так. Я смотрю, там написано, что мы вступили в Советский Союз, вступил в войну 22 июня 1941 года. Но это же не так. 22 июня 1941 года мы вступили в Великую Отечественную войну, она началась, когда на нас Гитлер напал. А 17 сентября 1939 года, в соответствии с теми самыми секретными протоколами к пакту Молотова-Риббентропа, мы вступили на территорию Польши. То есть мы фактически начали войну союзникам гитлеровской Германии. Гитлер начал войну, и мы потом вступили по соглашению с ним. Что такое пакт Молотова-Риббентропа? Это пакт Сталина-Гитлера. Мы вступили в ту же войну на его стороне. Но это же нужно говорить, что боятся того, что дети узнают, что у нас все так было плохо. Да. У нас все было плохо. Захочет. Что народ виноват. Это что, страна виновата. У нас что, от этого история стала менее прекрасной и менее гордой? Да, она стала еще более драматичной от этого. У нас трагическая история. Но если вы хотите, чтобы было чем гордиться, ну не делайте из этого, из нашей истории, бутылочку сладких розовых слюней. А вот еще он там говорил, Путин, про какой-то илогический мусор, от которого нужно освобождать учебную историческую литературу. Проскакивали такие вещи, он говорит, которые абсолютно неприемлемы, не только для нашей страны, нашего народа, для любой страны. Это просто плевок в лицо. Я не очень понимаю, про что он говорит. Конкретно я тоже не вполне понимаю, о чем мы говорим. Ни разу пример, ни одного примера не было приведено за все это время. Всегда говорилось о том, что принижается роль Советского Союза во Второй мировой войне. Я, честно говоря, не знаю таких примеров. Я тоже не знаю. Естественно, каждая страна приподнимает свою роль. Скажем, у нас принято вообще забывать практически о Втором фронте, о том, что в 1940 году Англия одна воевала против Гитлера, когда мы были на стороне Гитлера фактически. О том, что мы всю войну воевали в очень значительной... Почитайте мемуары наших маршалов. Это я говорю нашим радиослушателям и зрителям, кто сомневается в моих словах. О том, какую роль сыграли подставки западные. Мы заканчивали страну вообще на американских колесах. Американские самолеты, американские танки во многом очень. И так далее. Как не хватает такой передачи на телевидении? Почему ты не ведешь такую программу просветительскую, историческую? Тренд другой сейчас, Ксюш. Другой тренд. Но тем не менее у меня были... Что происходит тот, кто не знает ни черта. Тем не менее у меня были исторические хроники. И они прошли на основном телеканале «Россия». Почти 100 серий. Посмотреть их можно и сейчас. Бога ради. Они прошли. Они были. Их видели. Ну, как бы резюмируя эту тему, я уже суток раз тоже, когда мы про это говорим, я понимаю, что сегодня все-таки время иное. Не такое, как при советской власти. Сегодня источников правдивой информации, связанной с историей нашей страны, огромное количество. И тот, кто захочет узнать правду, тот все равно узнает. И, кстати, на той же встрече президента с историками говорилось о том, что все равно учителя будут преподавать. Тут другой вопрос. Значит, что... Как будет строиться ЕГЭ? Ну, да. Какие будут вопросы сдаваться и какие ответы будут требоваться? А так-то все равно учитель, глядя в глаза своим ученикам, рассказывает то, что он считает нужным. Мы на этом должны заканчивать нашу сегодняшнюю программу. Я буквально одно слово просто хочу в конце выразить соболезнования Московскому художественному театру Олегу Павловичу Табакову, театру под руководством Табакова, всей скончиной Аллы Юрьевны Шполянской, многолетнего помощника художественного руководителя в этих двух театрах. Алла Юрьевна скончалась вот сейчас, сегодня, на 76-м году жизни. Это был замечательный человек, который гораздо больше делал, чем просто пресс-секретарь или помощник. Светлая ей память и еще раз всем близким, родным и всем сотрудникам театра соболезнованным. Наболело и накипело? Заходи на наш сайт. Эхо.